Безопасно и с комфортом. Такой подход в приоритете у руководства коллектива Международной академической школы Одесса. Уже на протяжении второго учебного года в школе будущего продолжается реализация программы «Безопасная школа», инициатором которой стал президент инновационного учебного учреждения Сергей Кивалов. В этом году в Международной академической школе появились комфортабельные школьные автобусы, которые везут детей на уроки из разных уголков города. Сергеем Васильевичем Киваловым, президентом нашей школы, была инициирована программа «Безопасная школа», в рамках которой были закуплены два очень комфортных, комфортабельных автобуса школьных. Один, дети очень любят его, это наш «Скулбас», как мы его называем, автобус желтого цвета, больше вместительности и малый автобус «Форд», который забирают деток от дома и привозят в школу, а также в конце рабочего дня, в конце учебы деток развозят обратно по домам. По состоянию на сегодняшний день большинство детей живут в Киевском районе и жилмассиве «Совиньон». Чтобы детям и родителям было удобно, логистика перевозок была продумана до мельчайших деталей. При составлении графика поездок был учтен даже момент утренних пробок. Маршруты были очень тщательно продуманы, они были протестированы изначально, были также согласованы со службами. И эти маршруты, изначально мы планировали их охватить, естественно, мы проводили, мониторили у родителей, кому будет удобно, кто нуждается в автобусе, кого будут забирать. И мы от этого, от пожеланий родителям, от этого строили маршруты. Этот желтый автобус – особая гордость школы. Мы такие видели разве что в американских кинофильмах. К слову, скулбас приехал сюда из США. И в Одессе он такой один. Отметим, что два автобуса, обслуживающие два маршрута, одновременно доставляют 50 учеников. Программа «Безопасная школа» предусматривает комфорт не только в пределах школы, но и по пути к ней. Этот автобус полностью обруднен и оснащен для безопасной перевозки детей, а также для комфорта. Соответственно, все меры безопасности есть. Также система кондиционирования, вентиляции, отопления, чтобы полностью максимально комфортно возить детей. Хотелось бы, конечно, отметить вклад Сергея Васильевича в безопасность школы. Мы знаем, что эта школа имеет уникальную систему видеонаблюдения и охраны. В том числе автобусы – это тоже один элемент безопасности, так как дети не переходят дорогу, не идут на общественный транспорт, не ездят в такси или еще где-то, а они непосредственно езжают на закрытую территорию школы. Также после уроков с территории школы выезжает автобус, то бишь они не сталкиваются с какими-то опасными моментами в плане транспортного движения. Ученики Международной академической школы Одесса с радостью ездят в школу, тем более на таком автобусе. Большим плюсом школьного транспорта также есть то, что дети могут общаться со своими друзьями-одноклассниками еще по дороге на занятия. А также это прекрасная возможность повторить учебный материал перед уроками, рассказывают сами школьники. Мне нравится школьный автобус больше, чем ездить с родителями, потому что я на нем езжу со своими одноклассниками, и мне это прикольно там. Я езжу на белом автобусе с бригадной улицы каждый день. Мне очень нравится автобус, так как это куда удобнее, чем добираться пешком. Очень удобно, если какая-то непогода, можно добраться, не промокнув или не промерзнув до дома. На школьном автобусе очень удобно ездить, потому что я очень далеко живу на Таирово, и мне передвигаться очень удобно. Ученики и персонал должны быть надежно защищены во время нахождения на территории образовательного комплекса. Напомню, что школа оснащена современной системой видеонаблюдения из более чем 260 камер, которые на 100% охватывают территорию заведения. Войти в учебные корпуса можно только по карте с чипом. Спецпропуск есть у всех учеников и педагогов. Родители могут видеть передвижение ребенка по школе, а также получают уведомления на мобильные телефоны о том, когда ребенок зашел в школу и покинул ее. Таким образом, реализация программы «Безопасная школа» – это залог успешного образовательного процесса в целом.